Привет! Представься, пожалуйста, из какого ты города и как тебя зовут? Так, меня зовут Печарских Маргарита. Рита Марго, без разницы как. Живу в Москве, сама из города Железногорска в Курской области, если это важно кому-то. Маргарита, скажи, пожалуйста, как ты приняла решение приехать на ретрит, и именно к Светлане Лавровой? Она говорила о тех вещах, которые меня заинтересовали, которые мне откликались. То есть тоже всегда по отклику смотрю, и как-то так материализуются говорящие головы в моём пространстве, именно на мои запросы. И она говорила о тех вещах, которые мне очень сильно откликались, которые я хотела узнать, услышать, погрузиться побольше, поглубже. Она всё время говорила, приезжайте на ретрит. Я думаю, ладно, может быть. Если бы ты описывала всё, что с тобой произошло на ретрите в терминах ожиданий и реальности, то вот как это было, пока ты туда не приехала? И как это в итоге оказалось для тебя по окончании мероприятия? Вот. А по поводу ожиданий и того, что я в итоге... Как ещё раз вопрос звучал? Ожидания. Я обычно перед каким-то посещением мероприятия это двигаю в сторону. Единственное, что я себе отметила, что там будет какой-то экшен. Но так как я заранее не ставлю ожиданий, я прям их отслеживаю, убираю, смотрю, думаю, прикольно, я опять чего-то жду. И чаще всего ожидания не соответствуют с тем, что происходит в реальности, поэтому их обычно надвигаю на задний план и получаю все процессы, которые происходят на классах, на курсах, на ретритах полностью. Без осуждений, потому что в некоторые моменты начинает подниматься такое, что, блин, что-то не нравится мне, что-то не устраивает меня, кто-то бесит. Вот эти вот эмоции поднимаются, и я начинаю также их наблюдать. Какое ожидание? Отлавливать, быть с этим, смотреть, растворять или копать, ну, то есть в зависимости от того, что требуется в данный момент. Поэтому просто происходил процесс. Я каждый раз даже вопрос, мне кажется, себе не задавала. Я просто знала, что здесь что-то происходит. В моём поле, в моём теле и в голове. Я просто это принимала, как бы это приятно или не неприятно не было. То есть ты ощущала эти процессы, что что-то происходит? До сих пор происходит. Я не сомневаюсь. Они такие происходят, что я в тотальном шоке, вообще в восторге от всего, что происходит. Поэтому меня в третий день, ой, в третий, что я так говорю? Походу в третий меня накрыло, и до пятого меня трепало внутри. И были разные состояния, и поэтому я на самом ретрите не смогла записать отзывы. И могу правдиво поделиться тем, что там на самом деле по-разному на ретрите. Скрывает со всех сторон все эмоции, все чувства проживаешь, и догоняют такие штуки. И даже если, например, не словами, как некоторые мои состояния, а просто состояниями, делиться тем, что в момент кажется плохо или в момент кажется хорошо, для меня кажется это нечестно. А вот честно поделиться тем, что по итогу это получается такая совокупность всего. Ну а как тебе было внутри практики с губном? Насколько хорошо удалось погрузиться в медитацию? Как это словами описывать? Я просто не знаю все состояния, которые там проживались. Мне кажется, это просто требуется попробовать каждому на своей шкуре. Потому что если сейчас, в этот момент, сейчас вернуться в ту практику, в те ощущения, в те состояния, я не могу это описать словами. Но это классно, это требует. Хорошо, а что ты имеешь в виду, когда говоришь, что происходят процессы, и они происходят до сих пор? О чём это? Времени у нас много, да? Ну нет, времени у нас немного, у нас уже оно стремительно бежит. Так что рассказывай быстрее. Вкратце, процессы ощущаются на всех уровнях. Я привыкла делить на процессы, которые происходят в теле, которые я физически могу ощутить, пощупать, как-то охарактеризовать в виде движения энергии, там, не знаю, вибраций и всего остального. И процессы, которые происходят где-то вот в голове, со стороны эго, со стороны мозга, со стороны ещё чего-нибудь. То есть то, что ты не можешь пощупать руками, но ты можешь это отследить. То есть вот эти две составляющие очень сильно поменялись. А в теле гораздо больше чувствительности, чувственности, эмоциональной составляющей, проводимости. Знаешь, иногда доходят до трясучки руки. Я понимаю, что это шарашит энергия, что-то где-то вибрирует. Ну то есть как будто ты в очередной раз снова и заново знакомишься со своим телом на каком-то ещё более новом уровне, который настолько расширился. И ты так, вааа, моё тело может и это чувствовать, и это ощущать. Какие-то инструменты, которые были уже до этого, они тоже работают по-другому. Мне кажется, пока ещё не придумали русских слов для объяснения того, что происходит. Какой у тебя был вообще запрос? Трегером всегда тема денег у меня является. А запрос на самом деле был именно в чувствовании, в открытии своего знания, канала яснознания, я не знаю, чтобы перестать уже ходить по всяким курсам, классам, ходить к людям, которые знают больше, чем я, задавать им вопросы. А почему у меня вот так? Я никогда это так и не делала, но мне было безумно интересно, как эти знания могу проводить через себя я. Насколько понятно, я не знаю. Сколько ты проснулась вообще к своему запросу, к его реализации во время этого ретрита? Что произошло? Расскажи. Насколько тебе удалось собраться? Центрироваться. Насколько у тебя это получилось? И как это проявляется? Мне кажется, мы ещё через месяц-два с тобой что-нибудь запишем, потому что, скорее всего, всё это устаканится. Какие физические проявления? Что ты увидела в зеркале? Смотрю, записываю видео и понимаю, что я говорю не так, как месяц назад я видела. У меня был безумный перекос с губой. Я понимаю, что за пару дней что-то поменялось. Моя губа выпрямилась. И я хотела записать это на видео, и такая стою, смотрю на себя в камеру, думаю, чего? А где моя кривая губа? А может быть, и зубы так легко выстроятся обратно, пожалуйста, в ровный рядочек? Я буду не против. По поводу симметрии оси, я ещё отметила этот момент тоже. Я сегодня как раз опять-таки записываю видео, и такая, блин, и тут симметрия, кажется, сглаживается. То есть она была явно заметна, и если смотреть сверху, мне там стоять на своё тело, то есть как будто верхняя часть была повернута куда-то сюда, а нижняя сюда. И вроде бы всё нормально, но я это вижу, и меня это немножко обеспокоило. Я думала, может быть, к массажисту походить или ещё куда-то. Но я сегодня смотрю, думаю, вот это да, вот это прикольно. И ноги. Такие пальчики все расставленные, знаешь, опора на свою стопу, на свою ногу. Настолько мне понравилась. Она тоже настолько изменилась. И я недавно ещё начала бегать. Я бегала как нормальный человек. Я ненавидела бегать, потому что у меня сразу внутри все органы отваливались. Или ещё чего-нибудь происходило такое. Такие ощущения не очень приятные. Но когда я в последний раз попробовала после ретрита побегать, я бегала. Я понимаю, что тело ещё не подготовлено долго, продолжительно бегать. Немножечко ему не хватает этого ресурса какого-то внутреннего. Ну, это такой кайф. Снова бегать, снова прыгать, снова ощущать себя в теле. И мне кажется, этих моментов ещё больше. Я, например, сегодня ещё видео продолжала записывать. И я такая встала, ось свою провела обратно, вернулась в исходное состояние. Понимаю, что у меня плечи никогда не могли уйти самостоятельно назад. И у меня, если вот это упражнение делать, когда там лопатки сводятся, я стояла, как будто не в своём теле, ждала момент, когда можно там на каком-нибудь занятии расслабиться и отпустить обратно плечи. И то есть они возвращались куда-то вперёд всё время. И тут я понимаю, что я опять записываю видео, и у меня всё на местах стоит. Господи, ты вообще как возможно? Как возможно, кстати, 5 дней собрать тело в его симметрию, да? Мне кажется, я к этому подхожу. Да, просто, скорее всего, была какая-то совокупность факторов, направленных на тело. Я очень давно этим занималась. И как будто она не подходила к какому-то финалу, как будто не хватало какого-то толчка, как будто чего-то реального, ну, какого-то элемента, пазла не хватало. И тут он появился именно на ретрите и закрыл всё. Все пазлы сошлись. Собрал вообще воедино все пазлы. Этот ретрит, я в шоке, в общем. А как тебе понравился наш сюрприз? С Петю Басконом, когда он приехал на то, чтобы записать видео, дискуссию со Светланой. Как вообще тебе эта встреча, этот разговор? Эта встреча, это… Честно, изначально думала, ну, приехал и приехал. Ну, не питается человек и не питается. Как бы тоже тема, которая мне интересна. Думаю, ну, ладно, посмотрим. А на самом деле на встрече смотришь на человека, погружаешься тоже в определённое состояние, потому что он вокруг себя тоже определённое поле создавал. И понимаешь, что это немножечко следующий вид человека, немножечко другой, улучшенный. И вроде бы он всё то же самое говорит, всё, что говорят нееды или праноеды. И вроде бы слова даже те же самые переводчик переводит. Но ты понимаешь, что за этими словами кроется гораздо большая энергия. И то, что он туда вкладывает, в эти короткие выражения, та ёмкость, та энергия, ты это считываешь и понимаешь, что за этим гораздо больше. И вдохновление пойти по этому пути когда-нибудь тоже становится гораздо больше. Позволение к себе, чтобы действительно выбрать этот путь. В общем, он вдохновил меня. А ещё поразило, знаешь, чем? Кто-то из участников нашего ретрита сказал, что вот эта концентрация, которую он излучает, это просто что-то божественное. То есть он не разбросан в разные стороны, он максимально сконцентрирован и выдаёт такую же концентрацию в маленьком количестве слов. То есть этот феномен для меня был вау. Так, а что потребуется, чтобы я могла так же? Чтобы люди понимали, без слов даже может быть, то, что я могу передать парой-тройкой слов обычных, самых обычных. Потому что это тоже был один из моих запросов изначально, когда я ехала на ретрит. Коммуникация? Коммуникация, да. Если одним словом, это коммуникация. Для кого ты думаешь, этот ретрит является классным местным решением? Кому ты порекомендуешь и прям с чистой совестью скажешь, ребят, езжайте вам сюда? Для тех, кому отозовётся хотя бы на один процент. То есть Светлану уже слушают много людей на разные темы. И если вот хотя бы один процент их зацепит, я думаю, что им следует посетить такое мероприятие хотя бы однажды. Потому что там скроются все 100-500 процентов. Лида, я благодарю тебя за то, что мы с тобой созвонились, что всё-таки этот отзыв, он сейчас происходит, что мы его записали. Я надеюсь, эта запись сохранится. Для меня это тоже такая история. Новая. Сохранить запись в Скайпе. Всё. Надеюсь, мы увидимся ещё на таких мероприятиях, на новых ретритах. До встречи. Я очень надеюсь. Была рада тебя снова видеть. И я тоже была рада тебя видеть. Пока-пока. Потом-потом.